МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...из-за погодных условий. Теперь использовать его для дальнейшей переработки нельзя. Отразится ли это на стоимости хлеба и муки, рассказали сегодня чиновники. Жанн Эль-Канедин с подробностями. В правительстве пообещали, что хлеба хватит всем, несмотря на то, что обильные дожди снизили качество зерна и уменьшили объемы урожая. Как следствие, это отразилось и на стоимости муки. Но это не единственная причина подражания продукта. Заместитель премьер-министра Асирик Жумангарин объяснил, с чем это было связано и добавил, что больше повышения не будет. Причины подражания муки были связаны не столько даже с подражанием зерна, а с тем, что логистика немножко начала подводить. Мы сейчас отрегулировали все эти вопросы. Прямо в ручном режиме мы занимаемся поставками зерна в регионы. Поэтому сейчас по муке у нас ситуация стабильная. А вот в чем меньше всего сейчас уверены чиновники, так это в стабильности цен на куриное яйцо. И виноваты в этом посредники, которые перекупают продукт. Но в правительстве настроены позитивно. К концу недели они решат эту проблему. Мы сейчас яйца включили в категорию товаров, по которым СПК должны закупать их напрямую. То есть, пускай СПК встанет на место этого делдала, и пускай он платит напрямую птицефабрикам, закупает у него яйца. И в обороте эта схема работает. Прокомментировали министры. И риск дефицита кормов для домашних животных. Похожая проблема была ранее в Павлодарской области. Министр сельского хозяйства рассказал, что сейчас этот вопрос решается. И если ситуация повторится в других регионах, то в Минсельхозе готовы помочь. На брифинге после заседания правительства Жумангарин высказался о предстоящем форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президента России Владимира Путина. По словам вице-премьера, будут обсуждаться проблемы жителей наших стран и бизнеса. Особое внимание уделят вопросам сельского хозяйства. Это цифровизация сельского хозяйства, молодежь сельского хозяйства и так далее. И поэтому, какая здесь может быть политика? Здесь чисто экономические и торговые отношения, которые мы будем обсуждать. Приедут эксперты, приедут руководители регионов. Будут подпишены межрегиональные соглашения, прежде всего торговые и экономические. Чиновникам и военнослужащим запретили посещать горные заведения. Соответствующий указ подписал глава государства Касымжу Мартукаев. Поправки внесены в этические кодексы госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и органов гражданской защиты, а также в устав внутренней службы вооруженных сил. Переступать порог азартных заведений представителям этих категорий служащих можно будет лишь в случаях, связанных с исполнением служебных обязанностей. Указ вступит в силу через 10 дней, 17 ноября. К событиям в мире. Сегодня ровно месяц с начала конфликта на Ближнем Востоке. Число погибших с обеих сторон превысило 11 тысяч. Израиль объявила готовность к небольшим паузам в боях. Продолжительность их будет около одного часа. Это даст возможность доставить в анклав гуманитарные грузы и освободиться заложникам. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху повторил, что прекращения огня не будет, и послабление тоже до тех пор, пока Хамас не освободит всех, без исключения людей, захваченных в заложнике. Тем временем генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что в Газе не осталось безопасных мест, и регион превращается в кладбище для детей. Он потребовал срочно объявить о прекращении огня. На его слова резко отреагировал глава МИДа Израиля, написав в соцсети, что проблема сектора Газа — это Хамас, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации. О чем еще говорят сегодня в мире, расскажем в нашем международном обзоре. Здание спортзала обрушилось в Китае. Три человека погибли, еще один госпитализирован. ЧП произошло в провинции на северо-востоке страны. В момент трагедии внутри фитнес-центра находились семь человек. Четверо выбрались из смертельной ловушки самостоятельно до приезда спасателей. По одной из предварительных версий, обрушение могло произойти из-за нехарактерных для этого времени года метелей и морозов, которые накрыли регион в эти дни. Расследование покажет. В Штаты любой ценой 8 тысяч беженцев идут на Америку, а точнее к ее границам. В основном это жители Венесуэлы, Гаити и Никарагуа. Расстояние, которое придется преодолеть, да еще и пешком, чуть больше полутора тысячи километров. Но надежду на лучшую жизнь они не теряют, несмотря на то, что проходят сложнейший и опасный маршрут. К примеру, даже на территорию Мексики можно попасть с трудом после долгих ожиданий разрешения на въезд. Но все же эти люди намерены просить убежища у американских властей. Настоящий огромный клад нашли в море у берегов Сардинии в Италии. Его заметил дайвер-любитель, который погружается здесь. Случайно он обратил внимание на металлические предметы. Ученые пришли к выводу о возможном кораблекрушении в этом месте. Найдено от 30 до 50 тысяч бронзовых монет, датируемых 4 веком нашей эры. То есть изготовлены они около 1600 лет назад. Но самое интересное, что монеты в необычайно хорошем состоянии. Все читаемы без серьезных повреждений, говорят эксперты. Добавляя, что этот клад оказался в два раза крупнее того, что нашли 10 лет назад в Великобритании. Событием в нашей стране. Сильный ожог получил двухмесячный мальчик в Истане. Грудного малыша с судорогами в столичную больницу привезли из города Аркалыка. Однако после медицинских манипуляций на руке ребенка появилась глубокая рана. Его мать винит во всем враче и уже наняла адвоката. Стороны выслушала наш корреспондент Мария Парфенова. В многопрофильную детскую больницу номер 2 двухмесячный шахния с судорогами поступил в середине октября. Когда на следующий день спазмы не прошли, его забрали в реанимацию. В руку ребенка поставили катетер, ввели препарат. Но такая, казалось бы, элементарная для любого медика процедура обернулась серьезной травмой для грудничка. Когда медсестра принесла моего малыша, с собой у нее была мазь Левомиколь. Сказала, у него на руке есть болячка. Через день надо делать перевязки. Я не поняла, у сына не было никаких болячек. Когда увидела ожог, просто ужаснулась. Все три дня, что ребенок находился в реанимации, меня к нему не пускали. Обещали, что за ним будут следить. Вот так выглядела крошечная рука. Тыльная сторона ладони была прожжена на несколько сантиметров. Без малого месяца женщина вместе с пострадавшим сыном лежит в ожоговом отделении. Но попасть туда нашей съемочной группе не дали. Аргументировали карантином. Запретили ей жулдыз покидать отделение. А потому для этого репортажа она сняла себя сама. Рана, говорит женщина, постепенно затягивается. Но закрывать глаза на то, что произошло, она не намерена. И уже подключила к делу адвоката. Я направил соответствующие запросы. Вчера поступило заключение госоргана. И мы уже направили досудебную претензию. Вне всякого сомнения причинен вред. Больница за своих работников в ответе. Я обратился к следователю. Следователь вынес постановление о назначении судебной медицинской экспертизы. Однако интересный момент. Нам неизвестно. Проведена ли судебная медицинская экспертиза. После случившегося в больнице представители Минздрава развернули внеплановую проверку. Во время очередных судорог малыша, говорят чиновники, катетер сместился и лекарство попало под кожу. После обнаружения, что катетер сместился, немедленно прекращено действие лекарственного проверка. Введение, точнее. И потом катетер сразу извлечен. По данному случаю в службе внутреннего аудита проведен разбор. По результату которого были приняты меры в отношении ответственных лиц. Меры дисциплинарного характера. Родные маленького шахниаза намерены требовать компенсацию, в том числе материальную. А еще хотят, чтобы ребенку после такой травмы обеспечили достойную реабилитацию. Если найти точки соприкосновения с больницей все же не получится, семья будет искать справедливости в суде. Мария Парфенова, Азамаджан Азбаев, Астана, Первый канал, Евразия. Мужчину, попавшего под пояс, спасли врачи в Петропавловске. Несчастный случай произошел в Амлюцком районе. С тяжелейшими травмами позвоночника, головы и множественными ушибами его экстренно госпитализировали. Потребовалась сложная операция. В течение нескольких часов нейрохирурги многопрофильной областной больницы боролись за жизнь пациента. Врачам удалось восстановить двигательные функции его нижних конечностей. Сейчас мужчина чувствует себя гораздо лучше. Впереди длительный процесс реабилитации. Это первый пациент у нас в отделении железнодорожной травмы в этом году. К счастью, он был вовремя доставлен по линии санитарной авиации. Ему оказана высококвалифицированная медицинская помощь. И на данный момент он успешно восстанавливается и реабилитируется. В полицейских области Абай обвиняют в волоките уголовного дела при расследовании ДТП. Двое жителей поселка Белоусовка, у которых в аварии погибли родители и сын, говорят, что стражи порядка из потерпевшей стороны сделали их виновными в ДТП. У полиции другие аргументы. Хазыбек и Алья родные брат и сестра. В январе этого года они потеряли родителей, а Хазыбек еще и шестилетнего сына. Они погибли в аварии на трассе Усть-Каменогорской семьи. По их словам, в начале расследования семья Топтаевых была потерпевшей стороной. Но теперь полиция в ДТП обвиняет их отца. Алья считает, что такое хоть дело произошло из-за того, что второй водитель, участник аварии, чиновник и работает в одном из управлений области Абай. У нас уже полностью документально было определено, что отец не виновен. Все дело в том, что человек занимает какую-то должность. Поэтому наше дело вот так начали рассматривать близко, конкретно и не в пользу моего отца. Они хотят, наверное, так как в связи с гибелью моих родителей, всю вину перенести, приложить на них, чтобы остаться безнаказанными. Как отмечает Алья, у погибшего отца за 45 лет стажа вождения не было ни одной аварии. Хазыбек же поясняет, что за время следствия провели уже пять экспертиз, две из них независимы. И их эксперты утверждают, что вины отца нет. Если бы было очевидно, что отец виноват, если бы доказательная база была бы вся правдивая, если бы все было по-честному, и СМИ бы не обращались, не поднимали бы этот вопрос, мы бы согласились. Но это совсем не так. Это видно же, что идет все несправедливо, что дело затягивается. Десять месяцев уже, как уже одиннадцатый пошел. Второй участник ДТП, тот самый чиновник Исимея, от комментариев отказался, но заявил, что его вины нет. А вот стражи порядка отметили, что расследование проводилось справедливо, и материал уголовного дела готовы уже направить в прокуратуру области. По результатам следственных мероприятий и заключения экспертиз, было установлено, что 50-летним водителям ВАЗ-2110 грубо были нарушены пункты 9, 1, 9, 4, 10, 1 ПДД Республики Казахстан, что послужило причиной данного дорожного транспортного происшествия. Полицейские также отметили, что виновность в аварии должен устанавливать исключительно суд. Но Казабек и Алья, потерявшие в ДТП сразу троих близких людей, требуют, чтобы уголовное дело взяли на контроль Министерстве внутренних дел. Завриш Бетимбаева, Дамир Айткужанов, Восточно-Казахстанская область, Первый канал Евразия. Семья из Алматы обращается к президенту в поисках справедливости. Сегодня супруги Канады Марала Букаева организовали пресс-конференцию. Рассказали, что лишились единственной квартиры, которую три года назад купили за 107 миллионов тенге у бизнесмена. Они давно узнали, что его подозревают в хищении имущества, конфискованного у бывшего Акима Алматы Виктора Харпунова. К делу были причастны и местные чиновники. Троих уже осудили. Там тоже аналогичные квартиры присутствовали. Их вина заключается в том, что они конфискованные квартиры приобретали свою собственность по заниженной стоимости. Пострадало государство таким вот образом. А вот этот у Наралеев, у которого они купили, он получается тоже по заниженной стоимости. Вероятно, еще и приговорами приобрел это имущество у государства. Все осужденные по этому делу чиновники уже возместили ущерб государству в размере 820 миллионов тенге. Семья Букаевых считает незаконным то, что у них изымают квартиру повторно в доход государства. Нотариус заверил эту сделку. Все было чисто. Мы рассчитались в полной стоимости. По какой такой статье или по какому такому закону у моих детей у нас забирают единственное жилье. Господин президент, я прошу вас обратить внимание на наше дело и разобраться. 12-летний подросток погиб под колесами машины в селе Бегаш области ЖТСУ. Кто может быть причастен к его гибели, знает мой коллега, ведущий обзор тревожных новостей Ренат Абдулкаемов. Здравствуйте, шестиклассник, а насмерть сбил автомобиль. За рулем находилась 39-летняя Аким одного из сельских округов региона. В местном департаменте полиции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, ссылаясь на тайну следствия. А вот в областном Акимате сообщили, что чиновница действительно причастна к ДТП. Ее судьба решится уже после расследования, пока она на свободе, работает. Кроссовер, на котором сбили подростка, находится на штрафстоянке. Похороны мальчика прошли в минувшую субботу. С начала года казахстанские полицейские задержали 30 малолетних закладчиков. Шестеро из них уже за решеткой. Им дали реальные сроки. Причем самому младшему из них всего 14 лет. Эту статистику привели сегодня в МВД. В ведомстве рассказали, что в среднем доставщикам запрещенных веществ грозит до 10 лет лишения свободы. А несовершеннолетний возраст давно не является поводом для освобождения от колонии. По данным МВД, в стране сейчас на учете состоят 18 тысяч наркозависимых. Это только официальные цифры. Эта беда стучится в любой дом, и она может прийти к любому человеку, любую семью и порождать большие проблемы. Человек практически, можно сказать, превращается в зомби. И в продолжении темы борьбы с наркопреступностью. В Алматы задержали двух мужчин, которые пытались везти в мегаполис больше 150 килограммов гашиша. По словам водителя, в машине есть четыре коробки. Вы знаете, что там? Нет. Во время обыска полицейские нашли гораздо больше семи коробок с запрещенными веществами. Экспертиза показала, что внутри находился гашиш. Задержанные жители Шуского района Шамбулской области оказались лишь звеном наркоцепочки. Они арестованы. Идет следствие. Пятерых браконьеров задержали в Североказахстанской области. Злоумышленников застали на месте преступления егеря во время рейда неподалеку от села Рясенко. Мужчины разделывали тушу лося. Здесь же представители егерской службы обнаружили ружья и ножи. Разрешения на охоту у браконьеров не было. Предварительный ущерб составил больше 2,5 миллионов тенге. С начала года это уже второй случай незаконной охоты на диких животных. Предусмотрено наказание в виде 5000 штрафов в размере 5000 расчетных местных показателей. Либо ограничение свободы до 5 лет. Созданы мобильные группы, которые практически по всей области мы проводим рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников правоохранной отдела в полиции. Кучу сухого хвороста под соснами нашли общественники в лесном резервате семей Ормана. Увиденное они зафиксировали на фото. Картинка удивила и натолкнула их на мысли, что это не что иное, как заготовки для поджога леса. Экоактивисты также написали, что попытки привлечь внимание надзорных органов ни к чему не привели. В резервате семей Орманы сообщили, что по данному факту составили акт и передали в правоохранительные органы. К слову, подобные кучи из сухих веток лесничие зафиксировали еще и в других частях резервата. В полиции сейчас проводят расследование. Одним ударом на тот свет житель Ушарала убил человека во время конфликта на дороге. Как все произошло, записали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый ехал на машине и зацепил сидящего у проезжей части мужчину. Тот, опешив, несколько раз стукнул кулаком по автомобилю. В ответ водитель нокаутировал оппонента, а после погрузил в салон и увез. Пострадавшего госпитализировали, но на следующие сутки он умер в реанимации. Злоумышленника полицейские задержали и начали уголовное расследование. Максимальное наказание, которое ему грозит, до 12 лет колонии. У меня все, Талгат. Спасибо, Ренат. Я продолжу главные новости. На некачественную электроэнергию жалуются жители одного из микрорайонов Шимкента. Свет-то горит, но не освещает. Детям порой даже уроки приходится делать при свечах. В чем проблема, пытался разобраться Бахровым Дулаев. Я включила стиральную машинку. Она не то что крутить, даже воду заполнить не может. А все потому, что у нас напряжение слабое. Мы не можем постирать ни днем, ни вечером. Приходится вставать в 2-3 часа ночи и стирать до 5 утра, пока напряжение нормальное. Вот только такая возможность есть далеко не у всех. По крайней мере, у большинства, говорят жители Шимкента. Из-за периодических скачков электричество, бытовая техника перегорела у многих. А из-за старого трансформатора и линий электропередачи люди и вовсе опасаются за свои жизни. Я здесь живу 37 лет. И сколько я помню, у нас всегда были проблемы с электричеством. Из-за скачков и перенапряжений у меня перегорела вся бытовая техника. Но общую сумму около 1 миллиона тенге, если не больше. Небольшой ветер поднялся, все, свет потух. Обрыв на линии, это постоянно. Вызываем сами с соседями электриков, платим деньги, ремонтируем сеть. Ладно, техника перегорает, но вот у нас недавно, месяца 2-3 назад, оборвался кабель на столбе и упал прямо на голову 13-летней соседской девочке. Из-за разряда ребенок и умер. Вот и сейчас света нет. Холодильник у нас одно название, а используется он у нас вместо шкафа. Это уже третий по счету. Два прежних перегорели, так мы их и на металлолом сдали. К наступлению вечера люди готовятся тщательно. А свечи и фонарики на мобильных телефонах зачастую спасают домохозяек и детей. Делать уроки и хозяйничать по дому со слабым освещением непросто. Опасность несут и сами прогнившие столбы, которые установлены у некоторых чуть ли не в центре двора. Опасаются их не только горожане, но и сами энергетики. Эти столбы уже не соответствуют стандартам. Они требуют замены. Они опасны не только для электриков, но и для самих жителей. В любой момент могут упасть. Они находятся не у нас на балансе. Поэтому мы сообщим об этом соответствующим государственным структурам. На встречу с жителями приехали и представители районного акимата. В ходе беседы нам удалось выяснить, что линия электропередачи и сам трансформатор уже давно считаются бесхозными. Сколько сейчас абонентов на этой линии и трансформаторе, мы точно не можем сказать. Но на сегодняшний день специалистами городского управления развития инфраструктуры и энергопоставщиком «Онтустык жарок транзит» проводятся работы по инвентаризации. Как эти работы будут закончены, будет приниматься решение по передаче данных объектов на баланс компании. После чего начнут работы по замене старых линий. Чиновники надеются, что в следующем году в этом районе города люди будут получать электроэнергию в полном объеме. В Казахстане впервые провели ортопедическую операцию с участием робота. Это стало возможным в 4-й городской клинической больнице Алматы. Пациентам заменили коленные и тазобедренные суставы. Такая роботизированная операция с точностью до миллиметра подбирает человеку искусственный сустав и минимизирует все последующие риски. Пока вмешательство проводят в тестовом режиме, но положительные результаты уже есть. В операционной побывала моя коллега Айгуль Мухаммедова. Благодаря этому роботу в США и Европе провели миллионы успешных операций по замене коленных и тазобедренных суставов. Для Казахстана и Центральной Азии такой опыт в новинку. Еще до начала операции машина на основе снимков пациента делает 3D-моделирование искусственного сустава. Определяет его размер, положение с поразительной точностью. Когда как врачи обычно подбирают все на глаз, но без активного участия человека в любом случае не обойтись. Управляют роботом опытные хирурги. Робот позволяет учитывать все анатомические особенности пациента. Все имплантаты подбираются индивидуально. Поэтому операция воплощается в жизнь так, как было намечено на этапе планирования. С погрешностью менее одного миллиметра. После такой операции пациенты гораздо быстрее восстанавливаются и возвращаются к активному образу жизни. За три дня операцию провели девяти пациентам. В их числе и 71-летняя Роза Мунбаева. Ей заменили коленный сустав. Говорит, год назад хирурги этой клиники ей уже провели операцию на другую ногу. Поэтому сравнить есть с чем. В этот раз ходить она смогла на второй день после операции. Сегодня ночью почувствовала, что мне прям легче стала нога. Обычно болит шов же, рана такая же большая. И думаю, ну надо же, так удивительно. Потому что когда я первый раз болела, я не могла пошевелить ногу вообще неделю. Но я теперь хожу, вчера три круга сделала, сегодня семь. По словам врачей, замену коленных и тазобедренных суставов делают все чаще. К услугам прибегают как молодые люди после ДТП, спортивных травм, так и пожилые. В год только в этой клинике проводят больше полутора тысяч операций. Данная операция проводится в рамках гарантийного объема и системе обязательного социально-медицинского страхования абсолютно бесплатно по направлению поликлиники через портал бюро госпитализации. Пока операции с помощью робота в Алматы провели в тестовом режиме. Аппарат предоставили клинике на время. Но не исключено, что в будущем его закупят и будут использовать уже постоянно. Айгуль Мухамбетова, Максим Шуляпов, Алматы, Первый канал Евразия. Одна из главных экологических проблем Казахстана, на которую стоит обратить внимание, дефицит воды. Такое заявление сделал международный эксперт Торстен Брецина, курирующий природные вопросы в Центральной Азии. По мнению специалиста, государствам необходимо адаптировать водопотребление к сегодняшним условиям активного изменения климата в мире. Второе – это потребление методов. Подход должен быть очень четкий. Во-первых, договоренности, но во-вторых, более эффективного использования воды. Это связано с тарифами, которые надо будет посмотреть, но и с технологией сельского государства. Вот это я вижу на сегодняшний день главный. Эксперт был одним из спикеров на прошедшем сегодня форуме стран Центральной Азии. Участники обсудили региональную экологическую повестку. Также они подготовили общее заявление, которое будут выдвигать на климатической конференции в Дубае. Здесь как раз-то мы еще раз покажем, выступая одним фронтом, что мы центрально заинтересованы в реализации зеленых проектов, в инвестиции, в вложении средств в общую копилку. Правительство утвердило национальный проект «Доступный интернет». Его задача до 2027 года – обеспечить всех казахстанцев высокоскоростным доступом ко всемирной сети. Особое внимание уделят селам. В них проведут сеть оптоволоконных линий связи. На реализацию этих планов направят больше полутора триллионов тенге. В рамках национального проекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом основных автомагистралей. В частности, планируется установка 487 антенн на мачтовых сооружениях, что позволит охватить мобильным интернетом 17 тысяч километров автодорог. Продолжают работать в Казахстане и над развертыванием сети 5G. Уже установлено 605 базовых станций. До 2025 года технологии 5G внедрят во всех городах республиканского значения и областных центрах. Инвестиции операторов связи составят около 300 миллиардов тенге. Задачи не справились. Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев назвал выступления на азиаде казахстанских сборных по фехтованию тэквондо посредственными. По его словам, руководители федерации не исполнили обязательства, данные перед стартом соревнований. Вместо ожидаемых двух золотых медалей, одной серебряной и трех бронзовых, спортсмены завоевали одно второе место и четыре третьих. Маржикпаев порекомендовал усилить подготовку в оставшиеся восемь месяцев, чтобы получить путевку на предстоящую Олимпиаду. Неудовлетворительными для Казахстана назвал итоги азиады президент Касымжо Мартукаев. Напомню, в этом году наши спортсмены завершили игры с десятью золотыми медалями. Этот результат позволил занять лишь одиннадцатое место в итоговой версии медального зачета. Для Казахстана выступление в Ханчжоу стало худшим за всю историю участия на летних азиатских играх. В 2018 году в южнокорейском Винчхоне наша национальная сборная финишировала девятой, а на первых шести континентальных турнирах занимала позиции не ниже пятого места в общем медальном зачете. Свадьба в прямом эфире. Серик и Болбол, участники популярной программы Кослайк на Первом канале Евразия, сегодня стали мужем и женой. На торжестве побывала моя коллега Жанна Арканафина, она узнала историю любви молодоженов, а также расскажет, что пожелали гости популярного ток-шоу, которое уже на протяжении четырех лет соединяет влюбленные сердца. Уникальное отечественное шоу Кослайк, где молодые люди ищут свою любовь, не перестает удивлять. За четыре года здесь сложилось немало влюбленных пар, а также счастливых семей. И сегодня снова свадьба, уже семнадцатая по счету. Пожениться решили Серик и Болбол. Они на протяжении двух сезонов держали зрителей в напряжении своими эмоциями и чувствами, которые переживали на глазах у многомиллионной публики. У них, кажется, появился свой собственный рецепт семейного счастья. Уступки. Я думаю, в первую очередь это компромисс, уступки, понимание друг друга. Да, конечно, взаимопонимание и то, что она говорит, уступки. Если каждый будет знать свое место, я думаю, в браке все будет отлично. Не сразу молодые разглядели друг друга среди других участников шоу. Были и слезы, и расставания, признания и даже ссоры. Все как в жизни. Но чувства героев сегодняшней программы прошли испытания временем. Молодожены из Басар и Асель поженились три месяца назад. Говорят, жизнь круто поменялась. Видите, я даже поправился. Жена хорошо кормит. Семейная жизнь проходит замечательно. Если заметили, я немного поправился. Ведь на проекте «Хослайк» учат всему. В том числе и как быть женой, как уважать супруга, как решать семейные проблемы. Когда я пришла на проект, я не думала выходить замуж. Но потом мои мысли резко поменялись. Изменились взгляды на жизнь, и я задумалась о замужестве. И как встретила его, сразу поняла, что это мой человек. Другие участники шоу смотрят с воодушевлением на влюбленных. Я был ошарашен тем результатом, который в «Хослайке» происходит. Потому что тут есть те пары, которые не могли найти свою вторую половинку на улице, находят их здесь. Я очень влюбилась в этот проект за полтора месяца. Я считаю, это огромная возможность найти свою любовь именно здесь. Я бы хотела сыграть здесь, найти свою пару здесь, сыграть свадьбу здесь, у миллионов зрителей. И чтобы поделиться своим счастьем перед всем народом. Проект «Хослайк» не устает прививать молодым людям настоящие семейные ценности, проявлять уважение, терпимость и брать на себя ответственность. Жанна Арканафина, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал, Евразия. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Пусть в вашем доме всегда будет спокойно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова